Время было маленько другое. Вот в армии у нас дедовщины не было. Мы даже не знали про это. А у нас есть. Узбеки, Прибалты, служили разные-разные. И у нас как-то этого не было, чтобы дрались там или что-то. Не было такого, да? Не было, совершенно не было. Даже не именовалось. А почему получилось, что так сейчас есть? Из-за чего? Люди стали злые? А люди какие? Во времена Суворова 25 лет служили. Они молодого человека на руках носили. Передавали опыт. А сегодня он два года всего служит, даже нет. И он уже считается старик, и он другого гнобит. Безбожие. Когда Александру Солженицыну присваили Нобелевскую премию, он ответил. Еще я в детстве слышал. Старики говорили, люди забыли Бога. Отсюда все. Весь уголовник. Мне учительница это рассказывала. Да, учительница говорила, мать говорила. Это все сюда идет. Потому что без Бога все можно делать, ни за чего не отвечать. Лишь бы только не попасть. А чтобы не попасться, лгать надо. А они не знают, что в Евангелии от Иоанна 8, 44 написано. «Дьявол есть лжец, и отец лжи». Есть такое. Это все. Так ангел-хранитель не вечно будет с тобой, если ты будешь лгать и отворачиваться от ангела, он отвернется от тебя. Рано или поздно это будет. В откровении написано «Ущисть лжецов в озере Огненном». Да, да, да. Я слышал такое. Это моя учительница рассказывала, моя первая. Даже мой прапорщик, который уже отслужил, который уже взводом командует, он мне это рассказывал, что нельзя так делать. А люди, которые там оголяются, нет, я, да, я голый по пояс, но я сижу в джинсах, я сижу в туфлях, в носках и, ну, без майки. Нет, просто так удобно, дедушка. А я знаю, это есть у дикарей. Там обычный такой, в один день из дней, ну, какой, я не знаю, там, 20-й день или когда, все молодые люди, женихи выстраиваются в ряд и стоят совершенно голые. А невесты ходят, выбирают, замеряют, трогают. Вот здесь то же самое дело. А у... Нифига себе. Невесты выбирают. Было бы у нас как бы сейчас. А здесь такое же пришли. Почему? Ну, потому что больше ничего нет. У меня, я начальник детского лагеря был, 45 лет. И вот один мальчик, девочка понравилась. Люди рассказывают стихотворения, там, на скрипке играют. А у него ничего нет. Он отвел ее в сторону-то и показал ей писью. А она побежала, матери рассказала, что она удостоилась. Ну и что? Офигеть. Ну, пять лет ребенку-то, но он уже знает, что надо быть маленько не таким. Выделяться надо чем-то. А чем он выделится-то? Матерками никого не удивишь. Ты можешь людей удивить смирением, кротостью, послушанием. Что ты отличник. Всякие же пакости делают. Вот я сидел не один раз за слово Божие, как проповедник. И вот следователь мне рассказывает. Говорит, сейчас вот дело рассматривается. Одна девчонка. Она, она отлично учится. Но она с ними не участвует. Которые там ромашку устраивают в темноте. Голые зады. Ребята, чтобы никто никого видел, от кого защищала она. Вот такая у меня мерзость-то. Но она не с ними. Они ее ухватили, затащили в подвал. Руки, ноги держали. А парни ее насиловали. Такого даже вообразить нельзя. Даже статьи такой нету. Есть такая статья. Но она статья не все предусматривает. Чтобы держали. А другие насиловали. Чтобы это были школьницы. Это так поверхностно. Там насилие. Но это же за этим-то что скрывается. Вот у евреев, допустим. У них человека с ливиной, он по одной западе. Богохульник. Вот тут все пьют. Вот что интересно. Пьют и едят. Это огонь, блуда люди будут глушить. Я все это исследовал. И вот здесь. У них, допустим, богохульничает. Его надо погрузить в щан с человеческим дерьмом. И чтобы он глотал. Так. А если он отца мать не слушался. Ну, пьянница был. Ему веревку с двух сторон тянут. А если он там с сестрой дело имел, ему жгут. Так вот иногда он во всем виноен. Его в щан скалом сажают. Веревками тянут. И одновременно жгут. Чтобы все выполнить. И вот. Обалдеть. Это как? Это просто его, получается, на счастье разрывают? На счастье разрывают. Да. Вот если она оказалась не девушка. Ну, утром встали, просто покажет, она девушка была или нет. И, значит, дает исследование, когда она была где-то с кем. Ее обязаны из дома жениха привезти к дому отца и перед окнами убить. А если это дочь священника была, то к дому отца привезти и живьем сжечь. Это вот здесь написано. Вот в этой книге. Это написано в Библии. Это в Ветхом Завете было. До Христа. Так просто, я не пойму, просто сжигают и все? Все, все, чтобы отец видел. Почему? Потому что он выше звания, должен был беречь. Я вот с мусульманами беседовал, а у них... Нет, нет, подождите, подождите, я вас перебью, извините, пожалуйста. Вот, вдруг сын там кого-то полюбил, переспал с ней, все, вот он, ребенок будет. И что, его сжигать за это надо? Не будет ребенок. Раньше обнаружатся, ее убьют. У мусульмана-то сегодня действует. В Саудовской армии... А по нашим обычаям? Ну, по нашему ничего у нас нет. Живут как скотина и все. От кого родились? Уже на вторую букву алфавита можно в седьмом классе называть. Нет, если раньше по Христову ответу. Ну, все, там уже разбирались как, но никто ее не убивал, не трогали. Некрасов об этом описывает хорошо. Ну да, там очень хорошо. Я очень сильно читал об этом, потому что я очень сильно знаток об этом, потому что хочу знать. А почему, вот объясните мне, пожалуйста, я вам вопрос задам. А почему тогда не мусульмане-то так относились к моим женам и к мужам? Ну, это, я сказал, из Библии, это иудейское. Бог им открылся. Это повеление закона Моисеева. И вот показывает... Это получается Аллах? Нет, там никакого Аллаха. Там Бог Его. Об Аллахе речи нету. Это через шесть столетий только появится, после Рождества Христова. И вот... Так, а как же, как же, они считают, что есть Аллах? Так, тихо. Все, я ухожу. Тут звонят. Или помолчите там. Помолчим, помолчим. Говори. Говори. Ну, ладно. Ну, говорите. Да. Вот я хотел сказать, недавно в журнале просчитал. Показано даже, даже ролик. Она выходит замуж. Там в Таиланде где-то. Мусульманская. И вот ее надо осмотреть. Девственница она или нет. Она девственница. Молоденькая девчонка, лет 15. И пришли тетки там разные. Мужчин нету. И они ее надо... Врач, акушер, чтобы осмотрел. Она закрылась руками, плачет. Ну, я не хочу. Они говорят, тебе замуж выходить завтра. Это мы даже исправку дать. Что ты девушка. Вот. И она никак не дается. И, наконец, они ее не трогают, чтобы она согласилась. Они вокруг нее. И вот, когда она согласилась, и подтверждили, что она девственница, как эти тетушки друг от друга обнимают, мать обнимают, целуют, радуются. Вот как жить надо. Так, а если вдруг получится вот так, что она не девственница, это что? А вот смотрите, смотрите, сегодня я смотрю, парень, ему 16 лет, мусульманин. Его говорят, а где отец? Он говорит, отец у меня шахид был, он погиб за Аллаха, он в раю. Я тоже таким буду. Ну, а твоя мать как? Ну, мать одна живет. А если к ней будет мужчина ходить ночевать? Он голову опустил, поставил, зарыжу. Мать, зарыжу. Он говорит, ну, у тебя сестренка подрастает уже 12 лет. Она будет с парнем встречаться и переспит. Он даже не моргнул сразу, зарыжу сразу. Вот как держат. Вот сидят они за столом обедают, а он какой-то предприниматель. Ну, что-то у него сын и дочь, и парнишка-то, что-то на нее обиделся, на девчонку-то, и говорит, папа. А она, говорит, с мужчиной целовалась. А отец посуровел так, за столом. Айша. Он что говорит? Папа, да это у нас там спектакль ставился. Спектакль, это нет, это, ну, спектакль, это по сцене так. Я спрашиваю, целовал или нет. Да, папа, ну, это так, он так и прикоснулся все. Я спрашиваю, целовал или нет. И она говорит, да. Он-то выхватил пистолет и сразу застрелил ее за столом. Вот какое дело. Вот мы, ну, да в Афганистане было, они стоят, студентки. А этот из Англии, да издалека, приблизил и сфотографировал. И одна из них отошла, подошла и говорит, я прошу, пожалуйста, сотрите. А в чем дело? Мы студентки. Если узнают, что вы видели наше лицо, нас из университета исключат. Он говорит, за что? За то, что мы-то не думали, что нас кто-то видит. А вы издалека сфотографировали. И одна девушка увидала. Пожалуйста, сотрите, вы нам жизнь испортите. Вот как они смотрят. И я скажу, что это так. У меня вышло из печати 38 томов книг. И мы проехали по всему миру. И были в шести мусульманских республиках Турции. Это я подтверждаю, сам видел. А в Египте были? Где? В Египте. Не поймусь слова. В Египте. В Египте? Да, в Египте. В Египте не были. Мы прошли от Дальнего Востока. Захватили это, вышли через Турцию, прошли Грецию. А потом вышли там Германия, Франция и Лиссабон. А потом Прибалтика и Скандинавия прошли север. 650 городов посетили. И везде я дарил книги. Полный комплект. А можно у вас, пожалуйста, спросить про Великую Отечественную войну? Что-нибудь знаете? Еще бы. А можно спросить, как началась война? Великая Отечественная война? Мне просто доклад надо написать. Война, Отечественная война? Да, из-за чего она началась? Из-за чего она получилась? Да, да, да. Знаете, это начало книги «Исфирь» говорит об этом. Два дракона, два змея начали драться, и земля дрожала. Потому что Сталин готовился напасть через две недели на Германию. У Гитлера выхода никакого не было. Об этом пишет не кто-то, а Виктор Суворов, Резун. Сегодня все историки знают уже. У солдат были уже книжечки, были выданы, на каком языке разговаривать. Они могли полтора миллиона забросить только парашютистов. Хорошо. У Гитлера выхода не было. У Гитлера выхода не было. Чем закончилась война? А? Чем закончилась война? Ну, гибелью того, что пошел первым. А дальше холодная война тут же началась. И тут же уже угроза. Уже девять атомных бомб у Америки было готово для Москвы. Так, то есть Америка напала, то есть не Берлин напал? Нет. Это я говорю после, после войны. После войны. После войны. В 1946-1947 год. Я ему задаю вопрос. Как закончилась война? Гитлер умер? Никто не знает. Говорят, в Аргентине он был. И в 1972 году только умер. Ну, да, это понятно. Как же закончилась все-таки война? Наши русские выиграли. Как? Знаете что? Слово выиграли, опять же. Выиграли. А они побежденные. И они нам помогают в перестройку, присылают продукты и прочее. Солженицын говорит, шведы проиграли, тогда была Полтавская битва, и с тех пор проигравшие. Они вышли на Олену. Погодите, я не об этом спрашиваю вас. Я спрашиваю о Великой Отечественной войне. Я по ней и говорю вам, откуда выход, а вы не заслушали. А, ну, давайте слушаем. Солженицын говорит, в Полтавской битве шведы проиграли. Шведы проиграли? Проиграли шведы, шведы. А Россия выиграла, и с этого момента началось рабство. А шведы поднялись в свободную страну, они в 10 раз больше нас получают, и все у них есть. Вот и победители. Победили, да, внешне, да, вроде бы... Тогда, подождите, а немецкая техника, они на много раз, у большинства происходили, больше производили техники, чем мы... Они не больше производили. Они не больше производили. Сегодня статистика, можно увидеть, какая, намного больше России. Но у них танки непревзойденные были. Тигр, Пантера. У России таких не было. И это уже не помогло. Уже Бог поставил крест на них. Да, 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 это было, это в 45-м году, когда наши пошли на БИН. Когда погнали, когда Малый Затурн был. Русские заплатили, в этой войне русские заплатили. За каждого немца 5-6 человек. Какая же это победа? Трупами завалили все. Гитлер прошел... Это было, извините, я вас перебью. Значит, это была не победа, а просто это все было куплено. Знаете, вот Пирова победа называется. Куликова битва. А сегодня показывают... Куликова битва, я знаю. Знаю. Выше на войну русских 400 тысяч. И 360 пали в этом сражении. 9 из 10 убитые были. А какая это победа-то? А уже через 7 лет Тахтамыш пришел и все обратно завоевал. Какая же это победа? 10-й терапоши на войну и только один вернулся. Это не победа. Победа была как у Суворова. Там берет Измаил, там где... Как по стене. Где раньше наши были солдаты похоронены? Нам не надо ни... Где это похоронено? Да. Мы должны знать, что у Бога все выберено. И нам Бог меч в руки не дал. А говорит, меч твой вложи в ножны. Люби врагов своих. У нас Евангелие. Я все понимаю, как наши солдаты погибли. Мне интересно одно. Чем же закончилась война? Великая Отечественная война. Чем же она закончилась? То есть она не 9-го, а не 45-го закончилась. Парадом закончилась. Парадом. Вместе выпивали. Встреча на Эльбе. Что именно вам нужно-то? Победа известная была. А чем закончилась? И тут же сразу холодная война началась в тот же день. Так она же не в 45-м закончилась. В 45-м. Когда подписали Великое Отечественное война, у нас закончилась. Японии еще воевали. И уже... Не 9-го мая. 2-го сентября подписали. Партизаны бегали за немцев. Полицаи еще называли. Но это уже не война. Это не война. Это зачистка называется. Это не война уже была. Война закончена была. Все. Уже солдаты домой отпускались. Это не война. Это такая. Сегодня где-то там кого-то ловят. Украинцев там по лесам гоняли. Эстонцев. Лесные братья были. Это уже не война была. Зачистка. Нет, ладно. Давайте хорошо. А когда вовсе Великое Отечественное, когда... Мне это не надо. Поймите. Послушайте. Я вам ответил. Меня туда вовлекать не надо. Я проповедник. Мне это не надо. Я уже знаю свое место. Я бы там умер. И все. Вот вы проп... Вот вы проп... Вот вы проп... Я вас вот так назову. Так. Все на эту тему закончено. Уметь вовремя закончить. Мы воевать не собираемся. Уже все проиграно. Союз развалился. А Германия побежденная тут. А шмотки сюда посылала. Да я хочу экзамен сдать на эту тему. Вы понимаете? Так. Все на этом. Ну, нужно спасти душу свою. Война с дьяволами идет. Почему Достоевский говорит. Дьявол борется с Богом. А поле битвы сердца людей. Победа на той стороне, куда ты станешь. Все таки. Кто был неправ? Все неправы. До одного. Даже Гитлер был неправ. Все неправы. Гитлер был неправ. Более талантливого, более умного, чем Гитлер. Так любить свою нацию никого не было. При одном условии, что Бога нет. А раз Бог есть, это был дьявол в человеческом образе. Восхождение дьявола. Подождите. А Сталин убивал людей. А Сталин хуже Гитлера в сто раз. Хуже. Да. Так. Все на эту тему. Давайте расстанемся сейчас. Благодаря вам я сдам экзамен. Отлично. Слава Христу. Спасибо. Аллилуйя. До свидания.